Андрей из музыкальной семьи, его родственники были, среди его родственников великие пианисты и ректор консерватории, и директор филармонии в Петербурге. Он петербуржец, он совершенно выдающийся интерьерный дизайнер, архитектор, декоратор. Те, кто бывал в Петербурге, конечно же, были и придумал, и сделал такой классический ресторан в Петербурге, до сих пор, по-моему, существующий. А потом еще несколько публичных пространств. Но главным творчеством ему всегда была своя собственная квартира. И его петербургская квартира, и его флорентийская квартира — это совершенно... Андрей выходит, надеюсь, в эфир. Вот и Андрей. Да, приветствую. Андрей, да. Здравствуй. Я рассказываю пока про тебя, говорю всю правду, какой ты выдающийся, какой ты велик. Да ладно. Ну вот я говорю, что главными твоими произведениями декораторского искусства всегда были твои собственные квартиры, потому что это единственное пространство, которое... Потому что здесь нет запретов. Да, да. Нет запретов. Нет ограничений. Да. И переезд Андрея... Сколько лет ты уже в Италии? Двенадцать. Двенадцать лет назад Андрей покинул. Время быстро летит. В Петербург. Вот Женя Гершкович присоединилась к нашему эфиру, говорит, что соскучилась, шлет тебе приветы. Спасибо. По мне она не скучает, потому что приходит каждый день в эфир мой. Женя, привет. Когда-то, кстати говоря, чуть ли не Женя нас познакомила, или это была Наташа Барби, но я помню, что... Это, по-моему, было... Что-то было в Манеже в Москве. Да, я делал... В Манеже был центр фестивальный Московского международного кинофестиваля, и помог нам оформить этот самый клуб. Да, да, да. Да. Сейчас вспомнил, надо же, прошло столько лет. Да, прошло каких-то двадцать... Двадцать, да. Да. Потому что это был, по-моему, это был двухтысячный год, и Аня, 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 Аня покойная... Фадеева. Аня Фадеева как раз мне помогала со стороны журнала «Интерьера», да, у Наташи Барби, как это называется? «Мизонин». «Мизонин». Ой, как-то все забывается, забывается хорошо, хоть имена людей помним. Журнал «Мизонин» мне помогал делать этот самый клуб, и пригласил Андрея Дмитриева, он приехал из Петербурга, и я помню, что с каким-то таким, естественно, Пижонским пришел, с чемоданчиком осматривать помещение чуть ли не в Пенсне. Я уж хоть забыл. Да, да, да. Ну, в общем, немножко снобировал нас, но получился продукт, и главный продукт, который получился, мы стали друзьями. И много раз виделись и в Петербурге, и встречаемся в Италии, в стране, которая очень Андрею подходит. Андрей там превратился, конечно, из декоратора в основном в антиквара, и скажу... Не, я делаю что-то тут тоже. Сейчас расскажешь. Я пока тебя представляю, потому что мои подписчики-то меня уже вроде как знают, а тебя им надо узнать. Высшая степень антикварного таланта Андрея проявилась однажды для меня, во всяком случае, когда он мне показывает пустые холсты, составленные... Пыль осела. И вот я понял, что человек, который может коллекционировать, покупать пыль... Пыль. Это, конечно, это высшая степень развития антикварного таланта. Скажи, какую пыль ты сейчас покупаешь? Да не, ну сейчас какие-то бывают вещи, и могу показать потом. Могу показать сейчас, в принципе, если интересно. Я, кстати говоря, тут опять-таки заснабировал Андрея, потому что он до сих пор сидит в Фейсбуке, в котором ничего кроме руганий не происходит. А так как он все-таки человек визуальный, то ему надо больше заниматься Инстаграмом, и вот это вот шаг нашей... Шаг вперед, да, потому что я первый раз... Я вообще в Инстаграме очень редко бываю. Ну, если Инстаграм – это площадка поинтереснее, чем Фейсбук, я с удовольствием перейду. Она просто более визуальная, она про визуальный контакт. Вот она сам Бог ведет. А, и это для тебя. Кстати говоря, я открыл бутылочку тосканского вина. Ну, у нас еще рано, у нас как бы... Ну, у нас 12 часов, поэтому... Ну, до 12, это рано, а после 12... Ну, это у вас, а у нас рано открывать бутылочку. Что это Болгари, это субрегион Тосканы. Ну, Болгари – это уже хорошо, да. Знаменитая винодельня Тинута Сангвида. Это винодельня Маркиза Инчизе де ла Ракетте, который, собственно, один из тех, кто создал феномен супертосканского вина. И тем более близко от моря в Болгари посадил Каберне, Савиньон и Каберне Фран и стал делать вино под названием Сосикае. До 68-го года не продавал его, 68-й год считается годом рождения этого вина. И вы знаете, что это один из самых знаменитых савиньонов в мире, хоть он и итальянский, а не бордовский. И страшно любим был он всей олигархической России в 90-х, в нулевых годах. А вот это третье вино этого самого Маркиза де ла Ракетте, называется «Ла Дефеза», это тоже 70% Каберне Савиньон и 30% Сан-Джоэзе. Вот это просто к тому, чтобы поддержать тосканскую тему. Рассказывай, как тебе там живется. Ну как, сейчас мы, к сожалению, закрыты на домашнем аресте, причем у нас так достаточно серьезно. В день смотрят примерно около 700 человек, останавливают, и где-то около 50 человек получают штрафы достаточно большие. Вот сидели люди на скамейке, четверо молодых людей вместе на одной скамейке сидели, им выписали 3000 евро. Это очень-очень негуманно, мне кажется. Вот, так что у нас, ну мы надеемся, что у нас пока до 13-го числа карантин. Мы сидим уже месяц, с 9-го марта. Вот, но поскольку у нас есть маленький балкончик, то не так грустно. Ну и как радость, уже вынос мусора, это прям праздник, а поход в магазин так вообще. Да, я видел, когда мы с Андреем общались до эфира, сын его как раз собирался в аптеку, был облачен в перчатки и в маску. Ну да, маски два дня, два дня как обязательные. Раньше можно было без маски, сейчас, если выходишь, нужно маску иметь. Вот, ну... Ты сказал, что сын еще прошел курсы... Ну, он просто занялся, ему захотелось повторить опыт Чехова, поскольку он пишет тоже. Он решил, что ему нужно стать доктором, но для начала кончить курсы скорой помощи. И, в общем, ходил полгода, сдавал экзамен. Так что сейчас он уже готов. И буквально на следующей неделе им предстоит уже начинать развозить продукты пожилым людям. Вот, у нас иногда стоят на улице такие, ставят стульчик, и на стульчике ставят еду, и написано, кто может положить, положите, кто хочет взять, возьмите. Вот так. Понятно. Но во Флоренции вообще в Тоскане не так... Ну, не так остро. Нет, конечно. Тоскана вообще на каком-то там десятом месте. По сравнению, допустим, хуже всего это Бергамо и Парма. Почему-то, не знаю, по каким причинам, но... Да, не очень непонятно. Богатый север почему-то страдает больше всего. Ну, да. Хотя, казалось бы, Юг, где все вообще живут в одной комнате по 20 человек, должен быть страдать значительно... Ну, Юг более оптимистичен, хоть и менее дисциплинирован. Юг более влияет. Да, ну, будем надеяться, что, конечно, скоро это кончится, и мы сможем куда-нибудь поехать. Просто хочется уже куда-нибудь на глаза глядять, сесть в машину и куда-нибудь рвануть. Поскольку Италия, это бездонная бочка впечатлений, потому что... Это правда, это правда. Мы... Вот Саша Флоренский, любезный художник, меня любезно пригласил в роли переводчика и гида сопровождать его, когда он делал книжку в сентябре-октябре. И мы практически за месяц объехали 45 городов маленьких, и в каждом городе нас ждало какое-то удивительное открытие. В общем, я понял, что, живя здесь 12 лет, я еще вообще ничего не видел. Хотя ты много ездишь. Да, я езжу по 50 тысяч, 40-50 тысяч в год километров у меня получается. Достаточно много, как такси, примерно. Скажи, но у тебя был прекрасный салон, антикварный, во Флоренции. Ну да, в центре города. Совершенно замечательный, очень красивый магазин, в который, по-моему, ты особенно никого не пускал, потому что тебе было... Мне жалко продавать, я люблю покупать, а продавать не хочется. То есть ты удивительный тип антиквара, который никак не мог избавиться от своих... На самом деле, это никакого желания обладать у меня не было. Это просто желание... Я с детства, в общем-то, окружал себя красивыми предметами или делал интерьер. Я понял недавно, что я декоратор от рождения практически с 7 лет. Я делаю интерьеры. Ну, опять-таки, себе в основном. Вот так. Это было желание уйти от родителей, уйти от того быта, который у нас тогда был. Ты же из музыкальной семьи. Ну да. Ну, музыкально-артистическо-художественно, я бы так сказал. Потому что часть... В Александринском театре работали дяди, тети. Тетя, опять-таки, была в балете Мариинского театра. Вторая тетя была художником Мариинского театра. Ну, в общем, где-то так. Ну, мне есть в кого любить изящное. А ты вот мне дарил пластинку, это... Ну, это дедушка. Дедушка был ректором консерватории, пианистом, достаточно известным, в 60-е годы. Вот. И до сих я издал его пластинку просто на 100 лет со дня рождения. Это в 2008 году было. А какова фамилия была? Серебряков Павел. Вот. И он... Там он играет как раз Рахманинова. Интересно, что когда я послушал самого Рахманинова, то мне показалось, что дедушка интерпретирует его интереснее. Я не хочу ничего сказать, но просто это совершенно ничего родственного. Просто, ну, мое ухо, оно не настолько профессиональное, чтобы судить. Но, тем не менее, он играл очень-очень хорошо. Прекрасно. А вот спрашивают, какая... Не знаю, как поймешь ли это вопрос. Андрей, какая любимая часть декора? Что вы декорируете с наибольшей любовью? Расскажите. Ну, мне нравятся драпировки. Потому что я нашел секрет венецианской драпировки и, ну, понял его. Понял, как драпируется в Венеции ткани. И теперь наслаждаюсь, в общем-то, когда делаю какие-то занавески интересные. Вот. Ну, они получаются в таком более-менее театральном стиле. Ну, у тебя же вообще довольно театральный стиль. Потому что, ну, я помню, что ты любишь драпировки не тем, ну, там, условно говоря, не в спальне окно закрывать драпировкой. А ты любишь повесить ее на улице, чтобы она колоколась на ветру. На ветру ты любишь, у тебя шикарная драпировка в Питере, в ванной. Да, ну, можно посмотреть на сайте, там есть это все. Вообще, я вам должен сказать, что если вы что-нибудь хотите узнать, что такое настоящая ванная, то сходите на сайт, посмотрите ванную комнату дома у Андрея. Потому что это, во-первых, в екатеринских времен мраморная сама ванна, которую, я уж не знаю, как там, разбивали фасад. Не, краном, краном через окно. Краном через окно. А потом там есть... Инструировали специальный подиум, такой противовес из мешков с песком, чтобы она вошла туда внутрь целиком. Это была целая операция. Потом у тебя там есть камин. Ну, да, да. Ну, а какая ванна без камина плохо? Ну, в ванной без камина вообще я не знаю, как мы живем. Особенно зимой. И, конечно, надо посмотреть. Вообще, Андрей всегда живет с огнем. И я помню одно из моих ранних впечатлений об Андрее, о его вот этом самом огнепоклонстве. Я прихожу к нему домой в Петербурге, а Степе было еще, я не знаю, он только начал ходить. Степа — это сын младший, который сейчас пошел в аптеку. И, значит, горит камин, а у Андрея идет прямо вот в камин, садится на пол, так вот, как дети падают на попу. Он так вот падает на попу, садится и сидит вот рядом с этим камином. Ему жаром дышит лицо, и он хохочет, и страшно ему нравится вот эта игра с огнем. И вот в таком огнепоклонстве Степа и вырос. Ну да, да. Ну, сейчас мы вот опять, я делаю домик еще один себе, ну, в 70 километрах ниже от Флоренции. Там в каждой комнате будет тоже камин, потому что без огня плохо. Сейчас вот мы живем без огня, и это не очень весело, зимой особенно. А вот спрашивают, какой последний проект ты сделал? Ну, я его еще не доделал до конца. А какой сделал последний? Последний сделал квартиру для флорентийца, но это было год назад. Она маленькая, и она есть на сайте, и она первая вылезает, потому что она последняя. А, и это прямо итальянец-итальянец. Да, да, флорентийц, прямо флорентийц-док. Понятно. Сейчас вот я делаю квартиру еще одну, но она еще не докончена, поэтому рано об этом. Хорошо. Ну, то есть все-таки есть заказы, есть проекты? Ну, конечно, по чуть-чуть. Которые ты занимаешься? Сейчас вот, к сожалению, все встало, но я надеюсь, что смогу вернуться. Там как раз не доделаны драпировки. Будет где оторваться. А спрашивают нас с тобой, как мы относимся к стилю минимализма. Ну, я отношусь к стилю минимализма хорошо только в том случае, если это на три дня. Потому что, ну, потом начинаешь уставать от минимализма, хочется живых предметов. Тем более, что я не архитектор. Архитекторы, они все достаточно, ну, я имею в виду современные. Они все минималисты, хотят объемов, хотят пространств. Чистоты линий. Ну, чистоты линий, да. И фактически для архитектора важно пространство. Я как декоратор, для меня важны предметы. Вот тут стоят всякие предметы. О каждой можно рассказывать бесконечно долгие истории. Поэтому, поскольку я насыщаю предметами квартиру, то для меня предмет имеет значение. Но только в его эстетическом смысле, не в материальном. Тут еще я вижу вопрос был, чем я топлю камин. Я камин люблю топить ольхой, естественно. И у нас, нашел даже здесь ольху. Вот сейчас человек собирается зачистить 20 гектаров ольхи. И я сказал, чтобы он ее никуда не девал, мы обязательно будем ее у него выкупать. Потому что ольха здесь редкое дерево. Ольха растет вдоль рек. Рек здесь не так уж много. А чем в основном топят? В Италии топят только дубом. Вообще все. И печки. Роверы. Да, и роверы, и кверча. Я не мог даже себе представить, что Италия такая страна, где дрова продаются на каждом углу. Дрова стоит сейчас 13 евро за 100 килограмм. Понятно. А так как вопрос был и мне тоже, как я отношусь к минимализму, я скажу, что у меня квартира достаточно максималистическом жанре. Ну, потому что я действительно так же, как и Андрей, я страшно люблю предметы. Я влюбляюсь в предметы. У меня масса какого-то японского, китайского фарфора. У меня масса стекла, масса каких-то предметов, которые связаны с путешествиями. Но я страшно люблю японский минималистичный стиль. Когда я приезжаю в Японию, конечно, я отправляюсь в какие-нибудь рюканы, где ты заходишь в комнату, у тебя нет вообще никакой мебели, кроме там, может быть, стульчика без ножек и низкого стола, за которым тебе сервируют завтрак. И 3-4 дня я отдыхаю в таком интерьере. Я прячу все свои вещи, чтобы, не дай бог, этот минимализм не попортить. Но вот мне такой вот прививки минимализма хватает трехдневной просто... ...гостиницы. Почему? Потому что ты приехал и должен, поскольку обычно люди работают там, куда они приезжают, то чтобы отдыхать, минимализм подходит. Но вот для повседневной жизни... Да, ко всему прочему еще, если у тебя в гостиничном номере масса предметов, если это не минимализм, то, соответственно, ну вот вопросы гигиены, уборки, они возникают буквально каждый день после отъезда очередного постояльца, да, и у тебя все эти... Ну да, конечно. ...миллиона крохотных предметов, это, конечно, не то же самое, что дома ты как-то на это можешь не обращать внимания. А спрашивают вот тебя плюсы и минусы жизни в Санкт-Петербурге. Наш зритель хочет туда переехать, но не решает. Плюсы, что Петербург – это такой laid-back город, расслабленный, а Москва – город достаточно такой интенсивный, поэтому если нравится быть расслабленным, то Петербург подходит совершенно стопроцентно. По климату он не хуже и не лучше, чем Москва. Вот так. Ну и красивостей, конечно, много всяких. Музеев много. Ну в Москве тоже много, но тем не менее... Ну все-таки как город Петербург, конечно, как город Петербург, конечно, немного более красивый. Ну и он все-таки такой, как я уже сказал, laid-back, абсолютно ненапряженный. То есть там можно... Я, когда я приезжаю иногда в Петербург, и, в общем-то, иногда первую неделю вообще из дома не выхожу, топлю камин. Я всегда говорю, что что про тебя, что про меня можно сказать, что самоизоляция – это наше второе имя. Ну, мы не сильно страдаем, я тебе скажу, потому что книги есть, музыка играет, есть что посмотреть. Так что... Есть Степа, который может сходить в аптеку и в магазин. Ну да, да. Очень удобно. Какое название сайта твоего? Ну вы можете, дорогие друзья, зайти на страницу в Инстаграме Андрея. Ну вообще, Андрей Дмитриев.ком Андрей через i. Да, ну там, более того, там на странице есть просто ссылка. Да, ну... Можно в гугле просто посмотреть. И странно, что есть еще Андрей Дмитриев в Киеве. Но он почти что ровно на 30 лет меня младше. У него день рождения с моим отличается на один день. Представляешь? И он тоже дизайнер. Но он, кстати, вот минималист. Он современный дизайнер. Как ни странно. Такие бывают совпадения. Да. Ну и прямо скажем, Андрей Дмитриев, ну не самое редкое сочетание. Да, абсолютно. Поэтому у меня только в Фейсбуке где-то, наверное, есть пять Андреев и Дмитриев. А мой лучший друг университетский, с которым всю жизнь мы как-то более-менее близко находимся, тоже Андрей Дмитриев, московский. И я, собственно, мы как-то собирались в Италии все вместе. У нас было догадывать любые желания. Да, все это мы сплоховали. Вот не подумали вовремя. Да. Вопросы про камины, камины на крыше. В каком регионе Италии жить лучше? Ну, это трудно сказать. Мне кажется, что каждый должен для себя найти свой земной рай. Поэтому где-то... Ну, вообще, мне кажется, Тоскана почти идеальный район, регион Италии. Тоскана хорошо, да. Единственное, что... Ну, вообще, я могу организовать даже такое, наверное, консультационное бюро, как выбрать жилище в Италии. Потому что в Италии надо начинать, скорее всего, это сейсмокарты. Взять и изучить, где землетрясения бывают чаще всего. Это первое. Потом климат. Очень важно. Климат может отличаться буквально 3-4 километра от того, что будет совершенно другой климат. То есть где-то холодно, где-то дует ветер. Потому что горы, и надо это все изучать. Очень важно. Так же, как и дом, как стоит. Надо с компасом приехать, посмотреть розу ветров. Посмотреть, как дом сориентирован относительно юга-севера и так далее. Ну, то есть, есть нюансы. Но в Тоскане, в принципе, нормально. Из-за того, что здесь меньше землетрясений, чем, допустим, в Умбрии. Соседней. Ну, и, ко всему прочему, Умбрия не имеет выхода к морю. А Тоскана все-таки для тех, для кого это важно. Умбрия – это единственный регион Италии на полуострове, который не имеет выхода к морю, зажатый со всех сторон землями. На самом деле, здесь примерно на полтора часа до моря отовсюду. Ну, неважно. И из Умбрии. Умбрия, кстати говоря, подешевле, чем Тоскана, потому что бренд не настолько раскрученный. И буквально в ста метрах от какого-нибудь тосканского городка, уже в Умбрии, дом такого же качества будет стоить на сотни тысяч дешевле. Что важно. Я, кстати, очень люблю Умбрию. И там есть выдающиеся города вроде Асизи или совершенно замечательная деревенька Соломео, где размещается Брунелла Кучинели компания. Ну, и не говоря уж о той самой Перуджи, где фантастический фестиваль Умбрия Джаз проходит каждый июль. Ну, и так далее. Но Тоскана, конечно, просто за ней такая история. И Тоскана, ко всему прочему, наверное, самый богатый вместе с Пьемонтом. Два самых богатых региона Италии. Просто они самые богатые. Но на самом деле нет, Гена. Самый богатый регион – это, скорее всего, Эмилия-Романия. Как ни странно. Потому что в Эмилии-Романии расположена вся промышленность. Паста, барилла, бальзамика, пармезан, феррари, ламборгини – это все Эмилия-Романия. Да. И если вообще такие места роскошные, конечно, это Эмилия-Романия. Красивые кафе, рестораны более-менее такие презентабельные, где и вкусно, и красиво. Потому что в Тоскане вкусно и красиво практически не бывает. Бывает или вкусно, а вот красиво практически не встречается. К сожалению. Я бы и рад помочь, но вот не звонили пока. Да. А вот смотри, как раз спрашивают. Сейчас после кризиса будет много новых ресторанов открываться, в том числе в Петербурге. Может, нужен будет мастер такого рода, как вы? Какие прогнозы? И какое... Я начну просто и дам тебе слово потом. Мне кажется, что после кризиса об интерьере точно никто не будет задумываться. И будут использовать... Мне кажется, я никаких надежд особо радужных не питаю. Да. Поэтому мне кажется, что после кризиса те, у кого будут деньги на открытие ресторанов, просто будут заходить в любые готовые помещения, может быть, там переставлять столики местами, вешать новую занавеску. Но это будет единственное, в чем будет заключаться декорирование. Потому что, мне кажется, времена, когда по миллиону долларов, по два, по три тратилось на интерьер ресторана, они, слава богу, прошли. Может быть, просто более логично будет вкладывать деньги в персонал и в качество продуктов, чем никому, в общем, не нужно. Я абсолютно, как интерьерный дизайнер, разделяю твое мнение. Поэтому мы ходим не туда, где красиво, а туда, где вкусно. Ну, мы, конечно, хотели бы ходить туда, где красиво. И, в конце концов, сделанный тобой ресторан-ресторан в Петербурге, который был, ну, так сказать, революционным, прорывным, там, 20 лет назад, когда он появился, или даже больше, да, и он до сих пор жив, и, так сказать, его интерьер ничуть не устарел за эти, там, 20 с лишним лет. Он, кстати говоря, ближе к минимализму, чем к любому другому. Он, скорее, построен на таком уважении петербургского цвета, петербургского стиля и уважении пространству, чем к акцентированию каких-то деталей. Ну, мне так сказать. Ну, да. И, как раз, вот, кстати говоря, этот стиль, он вполне, 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 он будет востребован. Ну, остается только надеяться. В общем, мы живем сегодня, сегодняшним днем, ни в прошлом, ни в будущем, поэтому как-то так уже привычно думать о том, что будет завтра. Ну, посмотрим. Скажи, пожалуйста, какие книги произвели на тебя особенное впечатление, может быть, какие-то, которые тебе, так сказать, помогли в жизни или, наоборот, помешали? Из художественной литературы или вообще Брэдбери сильно «Виной задуванчиков» была такая книжка интересная? Потом мне нравятся французские структуралисты, Ролан Барт нравится, Бодрияр, как философ, то есть, ну, в основном мой дизайн целиком происходит из семиотики, поскольку я филолог, а не дизайнер по образованию, то... Интеллигентный человек, а? Ну, просто так вышло, так случилось. Ну, не оправдывайся, ну, ладно. Да, ну и просто Ролан Барт и Бодрияр, они сумели объяснить систему знаков, и в основном я работаю в знаковых системах, выстраиваю какие-то контексты, которые позволяют, ну, как бы, это такое красивое, в таком ударном, быстром понимании. То есть, что такое знак? Это возможность донести что-то до зрителя кратчайшим путем. Как дорожные знаки, мода. Ну, а интерьер — это тоже своего рода знак. Так, заходишь к любому человеку, сразу видно, кто он, что он. Так как мы живем, мы же себя как-то репрезентируем своим окружением, вещами, цветом стен. Вот. Вкратце так. Ну, какие еще книги? Не знаю даже. Из художника... У меня очень много альбомов, я не перестаю их покупать, несмотря на то, что сейчас говорят, что все в интернете, но живую книгу приятно взять в руки. Ну, мы же уже выяснили, что ты про объекты, про вещи, поэтому, конечно, у тебя не, так сказать, интернет-страницу в руки не возьмешь. У меня библиотека очень большая, хорошая, поэтому... Скажи, пожалуйста, и, кстати говоря, твой Степа, который... Сколько ему сейчас лет? Семнадцать? Семнадцать, да. Который, вот ты говоришь, пишет рассказы, пишет вообще... Он же тоже был воспитан на бумажной литературе. Да, во-первых, у него не было телевизора никогда, поэтому... Бедный бальчик. Нет, ну... Может быть, он Макдональдс съел два раза в жизни, или там Кока-Колу выпил. Он пишет на английском стихи даже, поэтому... Я удивляюсь, в общем, его способностям, потому что... Он читает бумажные книжки? Ну, он только бумажные-то и читает. Скажи, пожалуйста, вот вопрос зрителей из Флоренции. Данила Черри спрашивает, что ты, живя во Флоренции, о чем ты... Чего тебе не хватает русского? Чего ты не хватает... О чем ты... Ну, не знаю. В Петербургском, в Российском, о чем ты скучаешь? Я так ни о чем особо не скучаю, потому что... Ну, мы живем в каком-то... Ну, в нашем контексте, поэтому... Такого нету, чтобы мне не хватало, такого нет, чтобы что-то не хватало. Да, не знаю, может, тебе не хватает Бородинского хлеба. Да нет, ну, у нас, во-первых, это все есть. На улице 26 апреля есть русский магазин, там даже кислая капуста есть, поэтому удивительно пойти у Флоренции попить кислые капусты. Но, на самом деле, так всего хватает, потому что, ну, во-первых, широкий круг интересов от классической оперы до тувинского горлового пения, поэтому... А тувинское горловое пение ты находишь в Италии? Ну, я говорю, что достаточно пойти в интернет. Там есть, во-первых, сейчас куча всяких радиосайтов, где можно слушать любое радио мира, и там все есть. А вопрос был и зеркальный, чего мне, живя в России, не хватает, так сказать, флорентийского. Но мне, конечно, не хватает Триппы, мне не хватает ресторана Состанца, мне не хватает вида на Аргнус мостов, мне не хватает Альтрарна, мне не хватает Андрея, Оли и Степы, мне не хватает той Флоренции, конечно, которую я люблю, и друзей, которые там живут, и тосканской кухни, и Тора де Белосгвардо, и тосканского вина, и так далее, и так далее, и Казантина, и с волчьим воротником, и так далее. Я очень люблю Тоскану, очень люблю Флоренцию. Последний раз я был там, когда я был в июле, приезжал, в июле, и мы с Андреем, естественно, виделись, и Оли и Степы тогда не было, а вот с Андреем мы... Мы виделись с тобой еще и в Петербурге, в ноябре, по-моему. Да, да. И, конечно, Флоренция одно из тех мест, куда мне всегда хотелось возвращаться, и куда я с удовольствием возвращаюсь. И, конечно, когда у Андрея там был еще антикварный салон, и это было в самом центре, надо было только перейти мост, и мы собирались в этом салоне, открывали там... Там рядом, слава богу, был магазинчик с всегда холодной франчакой. На дверях закрыто, потому что внутри сидел Андрей с друзьями выпивал и закусывал. Вот это, конечно, абсолютно флорентичный... Иногда там такие устраивали мы ужины по одну сторону стола, стол стоял ровно напротив окна, и прохожие всегда удивленно на нас пялились, потому что были ужины со свечами, и было красиво. И отличный у Данила Черри был магазин рядом. Ну да, да. Сейчас и Данила тоже ушел из магазина. Ну, потому что сейчас как-то стало все работать вяло, стало не очень интересно, и сидеть просто так, терять драгоценное время, никому не хочется. А вот спрашивают, какие у тебя любимые рестораны во Флоренции? Любимые рестораны? Ну, Казалинга, наверное. Потом Нерома такой есть ресторан хороший, недавно открыт, в Борго Сан-Фредьяно. Потом есть еще ресторан, куда мы ходим. Ну, Сустанция, кстати, тоже хорошая. Мы так забываем. В Гушах такой есть ресторан неплохой. Ну, кстати говоря, один из самых удивительных ресторанов Флоренции находится у тебя буквально в соседнем доме, где мануфактура Памполония. А, ну это да. Выдающаяся абсолютно. Больше не про еду, а больше про атмосферу. Ну, окей, мы же, так сказать, про еду надо вообще готовить самому. А Памполония, моя любимая мануфактура, одна из моих любимых в Парфоровых. И у меня посуда дома в Памполонии. И у них был совершенно выдающийся магазин, который они продали Феррагамы, потому что он примыкает к палаццу, в котором Феррагама размещается, а у тех денег побольше будет. Ну вот, мануфактура совершенно уникальная. И у них есть ресторан, который работает, по-моему, один или два дня в неделю. Ну да, в пятницу, в субботу, по-моему, они работают. В пятницу, в субботу, по-моему, да. Вы можете посмотреть на сайте Памполонии. Естественно, что все там подается на посуде и с помощью приборов Памполонии. А они делают посуду и приборы. В основном это репродукция какого-то монастырского серебра, монастырского фарфора, который они выискивают 18, 18, 19 века. Очень интересно за ними наблюдать. Но так как они, естественно, что, как и многие итальянцы, они левацких взглядов. У них там в интерьере этого ресторана есть, по-моему, и партия... Серп и молот на потолке. Да, и звезда, и серп и молот, и так далее, и так далее. Но место совершенно выдающееся в смысле дизайна. Конечно, его надо... Твой экспертный ответ. Почему в Италии и во Франции полки в посудных шкафах за сетками, а не за стеклом? Ну, вот как у тебя. Ну, это традиция просто. Делались такие сетки, это во Франции. Это называется вообще chicken wire, то есть это куриная сетка. И это, вот эта конкретная сетка, которая у меня, она взята реставратором именно с курятника со старого, потому что мы... Она бывает новая, эта сетка продается в хозяйственных магазинах, но тогда она блестит. И вот он, такой тонкий человек, нашел ржавую сетку, которую мне хотелось. Поэтому уже этот шкаф, он претерпел много реставраций и метаморфоз. в результате вот стал таким. Меня сейчас спрашивают, сколько я живу во Флоренции. Я живу во Флоренции 5 лет. В Италии 12, а во Флоренции 5. Последних, с 15-го года. Вот. Скажи, пожалуйста, напомни, какие рестораны ты сделал в Петербурге? Ну, в Петербурге я делал ресторан-ресторан, Беллини, Палаццо, был такой ресторан на Фонтанке. Да много, около 15 ресторанов. Но сейчас, по-моему, уже ничего не осталось. Ну, то есть... Ресторан-ресторан жив по-прежнему? Не-не, ресторан-ресторан больше не жив. Он только что закрылся после 10 лет существования. Старая таможня, там какие-то были еще? Нет, старая таможня, это не я. Не ты, да? Спрашиваю, делаю ли я лимончелу, лимончелу я не делаю, потому что мне не нравится сладкий. Лимончелу сладкое, мне больше грампа нравится. Но грампу я тоже не делаю, легче купить. Вот. Надо делать то, что умеешь делать. Вот мне так кажется. И то, что умеешь делать, хорошо. А вот, спрашивают, не знаю, поймешь ли ты вопрос и поймешь ли, ответишь ли по-своему. Расскажите о своей системе знаков. Ну, это достаточно сложный рассказ, он долгий, поэтому это можно отдельно посвятить этому эфир. я выстраиваю часто интерьер на контрасте. То есть гармония плюс контраст, как говорил в отеле в одноименном фильме, вот основа красоты. и поэтому надо что-то делать гармоничное и провокацию какую-то легкую вводить. Допустим, в старинный интерьер вставить современный диван или вешать современный светильник. Тогда это начинает работать. Вот. Ну, эфир можно сделать посвященный знакам. Хочешь, давай как-нибудь организуемся. Тем более, сейчас делать особо нечего. Это правда. А вот наш, во всяком случае, мой друг Анатолий Корнеев, который один из создателей компании Simple, который, собственно говоря, подсадил меня на тосканское вино, пишет нам, что с тосканским вином поможем всегда. Спасибо. Тебе-то чего помогать. Ты вышел в аптеку по дороге, купил. Это правда. Я даже знаю, куда идти. Да. А те, кто в Москве, в Петербурге и вообще в России, обращайтесь в Simple, уж то, что, а итальянское вино и тосканское вино, там этого. Кстати говоря, вот эта вот бутылка Defesa, конечно же, из Simple. Можешь ли ты выделить какие-то особенности тосканского стиля в оформлении интерьера? Ну, я боюсь вот этого слова. Тосканский стиль я очень боюсь всегда. Это примерно как петербургский стиль. Про петербургский стиль тоже были вопросы. Папаура. В общем, потому что тосканский стиль в основном это предметы, найденные в сарае, хаотично расположенные по стенам заведения. Вот. Найденные у дедушки. Ну, и на полу будет обязательно плитка коричневая, причем современная, и немножко кованых изделий. В общем, это все, к сожалению, выглядит достаточно примитивно, я бы сказал. Хотелось бы больше красоты, чтобы было в Тоскане. К сожалению, после эпохи Возрождения я вижу, что здесь есть некие проблемы, которые даже можно было бы помочь решить, если бы кто-то обратился. Вот так. Но зато эпоха Возрождения была. Да, да, да. Это вот нельзя абсолютно игнорировать этот факт. Более того, это эпоха Возрождения, в общем, так сказать, в Италии настолько, в Тоскане, во Флоренции настолько не прошла еще, потому что... Ну, сердце, считай сердце. Да, потому что ты заходишь в эти церкви, которые расписывали Муссолино, Мазаччо. Я все время, идя по городу, каждый раз, вот когда я выхожу в центр, я всегда захожу, о Ниссанте Тринита, и даже маленькие, когда открыты, тоже очень интересно. Потрясающе совершенно, или там заходишь в церковь и просто идешь мимо, чтобы поклониться, так сказать, могиле Боттичелли, или... Ну, это потрясающе, конечно, то, что во Флоренции, как только ты заходишь в какое-то отремонтированное помещение, превращенное в гостиницу, ужас тебя обуревает, одолевает. Интерьеры, окей, хорошо, что там нельзя разрушать, хорошо, что если есть потолочная роспись, ее нельзя никак, так сказать, улучшать, можно только консервировать, да, и поэтому ты заходишь в комнату, в которой фантастической красоты какая-нибудь потолочная роспись, и старые дверные, старые двери, и старые оконные рамы, а все остальное занято каким-то чудовищной дешевой мебелью, какие-то... Да, это и есть. В этом смысле, конечно, очень, очень жалко. Спрашивает нас Просекко, шампанское или Франча Корта? Или... Одинаково. Я, например, предпочитаю вино. Мне кажется, что шампанское это такое женское увлечение больше. Ну, перестань, ладно. Я очень люблю шампанское и, так сказать... Может, я его не настолько понимаю, фудкорт флоренцийского рынка нет в да нет, но в принципе Сан-Лоренцо это такой больший аттракцион, это не то, чтобы там про еду было, но там есть вкусные уголки такие, куда люди ходят обедать. Ну, вообще, должен сказать, что как только рука администратора берется за такие места, будь то Москва, Флоренция или что, как только рука администратора побеждает живую жизнь, если рынок живет по своим законам, и там какая-нибудь лавка, пусть кажется, что она в антисанитарии делает эту свою трипу на протяжении последних 150 лет, как только ее пытается улучшить, сразу убивается душа и смысл того, за что мы любим старые рынки, того, за что мы любим, вообще говоря, любое проявление человеческого гения, потому что администратор, какой бы хороший он ни был, он про освоение бюджетов, это может быть коррумпированным или некоррумпированным, но он все равно занимается освоением, он не занимается человеческим духом, поэтому переделанные на современный манер старые прекрасные рынки, в том числе Сан-Лоренцо, которые пытаются все время улучшить, это конечно... Ну, Сан-Лоренцо это все-таки не про рынок, больше Сан-Тамброзе рынок, который, ну, действительно рынок, где продаются продукты. Сан-Лоренцо это скорее такой немножко туристический аттракцион, где кормят, иногда даже вкусно, но... Да, но мы-то помним, 20 лет назад Сан-Лоренцо был совсем не таким. Ну, это понятно, конечно, да, рынка. Там, кстати, там больше продают, чем поесть, там можно вокруг рынка, тот же это Театро Дель Сале или как же его Чебраина, ресторан, вот это, там поесть, а Сан-Тамброзе там в основном продукты продаются. Ну, да. Очень посещаемое место. Спрашивают, как тебе кажется, как в Тоскане относятся к русским? Ну, хорошо, даже слишком, я бы сказал. Может быть, даже когда неоправданно хорошо. мне кажется, что в Тоскане относятся к иностранцам в принципе лучше, чем к другим итальянцам. Ну, сейчас, к сожалению, туризм настолько испортился, то есть, этот туризм у Демаса, я боюсь, что это все может угробить скорости Италии. Хорошо, может быть, что наступил вот этот перерыв, когда можно вздохнуть спокойно, потому что раньше во Флоренции, допустим, летом попасть куда-то практически невозможно. Мы даже и не ходим на тот берег летом. По-хорошему, из Флоренции вообще надо летом уезжать, потому что слишком хардер. Это правда. Есть месяцы июля-август, когда вообще во Флоренции невозможно находиться, и я никому не посоветую сюда ехать в июле и в августе. Лучшие времена это апрель, ноябрь, февраль, кстати. Сентябрь прекрасен. Здесь не бывает холодно в русском понимании, поэтому ну здесь снег был в 12-м году последний раз. 8 лет назад. И два года назад был снег один день, когда он выпал и растаял к вечеру. Вот, так что здесь и в феврале хорошо. Да. Скажи, что у тебя сегодня на обед? Ну, я сделал курицу с рисом. Курица тушеная в горшке. Ты вообще любишь готовить? Я люблю готовить, да. И мне нравится готовить по-итальянски, потому что это быстро. Допустим, паста 10 минут, там 15 минут готово. А у тебя же, кстати говоря, у тебя первый язык иностранный это французский, да? Да. Не, первый итальянский был в школе. Я в итальянской школе учился. Это была единственная школа, которая открылась в 66-м году, и меня мама туда, я, кстати, очень благодарен маме, что она меня засунула в итальянскую школу. А где она? А второй язык был французский. Она в Петербурге была около Театра Юных Зрителей, но потом она переехала в Купчино, сейчас и снесли даже дом, где она была. Почему-то, не знаю, почему. Он был крепкий. Ага. Ну, то есть, а ты все-таки какой у тебя язык лучше, французский или итальянский? Да, одинаково. У меня три языка в активе. Ну, английский, французский, итальянский одинаково. Я часто смотрю фильмы на французском или на английском, читаю на английском. Ну, очень вообще я счастлив, что все-таки меня родители определили в школу языковую, поэтому я абсолютно не адаптировался нигде. Сразу как-то... Потому что язык это главное для того, чтобы жить где-либо, нужен местный язык. С этого надо все начинать. Ну, естественно, да. Спрашивает нас вот этот тип рынка, когда можно и купить продукты, и поесть. Это все-таки туристический феномен или это нормально для Европы? На самом деле... это скорее такое веяние последних лет, но ничего плохого, в принципе, если... Ну, дело в том, что просто так как многие стали покупать продукты в супермаркетах, так как многие стали покупать продукты онлайн, то смысл рынка, как место, где продают продукты, он стал постепенно падать. Ну, да. Понятно, что есть там, условно говоря, воскресный рынок, куда приезжают фермеры из каких-то там отдаленных районов, и туда люди приходят купить какой-то специальный сорт сыра или какое-то специальное мясо или там помидоры, какой-то... люди покупают продукты, значение таких рынков стало, естественно, падать. Поэтому, для того, чтобы выпить, конечно, такие рынки стали поощрять продажу готовой еды на этих рынках. Ну, еще видишь, что хорошо во Флоренции, что остались вот эти маленькие магазинчики, которые, я не знаю, как они выживают, потому что супермаркет, естественно, появление супермаркета убирает эти магазины. Конкуренция большая, но во Флоренции, к счастью, эти магазинчики работают. В общем-то, есть и мясник, есть и зеленые лавки в самом центре города, и они как-то умудряются выживать. Да. А спрашивают, на каких языках я говорю? Я, к сожалению, не филолог, я, не знаю, к сожалению или не к сожалению, я учился экономике, языки никогда не были моей сильной стороной, я говорю только по-английски. При этом это, ну, фактически это такое самообразование, потому что ни школьный, ни университетский английский, хотя у меня была прекрасная преподавательница английского языка в университете, но все-таки это был специфический английский про средства производства и про, так сказать, несправедливость капиталистического образа присвоения, поэтому у меня, конечно, английский, который, ну, на самом, будем честны, универсальный язык сегодня, ты можешь... Ну, в принципе, с английским везде можно... Ну, сложно без испанского в Латинской Америке, ну, и сложно без, там, японского в Японии, без китайского в Китае, но, тем не менее, везде ты английским так или иначе можешь обойтись. Спрашивают про учеников, ну, у меня действительно было несколько учеников, они сейчас самостоятельно трудятся в Петербурге, вот, ну, я не знаю, я так никогда не задавался целью кого-то обучать, просто, если интересно кому-то, может быть, что-то, если действительно это будет интересно, я могу делиться собственным опытом, мне абсолютно это несложно. Ну, тебе надо, так сказать, видеокурсы развивать. Кучины, ресторанты, а венчатки, перешницы, то есть... Ну, да, старые шлюхи. Ну, это эфемизм, но, тем не менее, и кромпан перешни. Хороший ресторан, затерянный совершенно внутри Венеции, маленький, и туда никогда не попасть без резервации. Венеция – это туристический город. Да, но есть места, есть в Венеции хорошие. Очень мало, очень мало. ты знаешь, мы, так как много вопросов было продолжить эти наши эфиры, мы с тобой можем, например, послезавтра в это же время пообедать, ты что-нибудь приготовишь. Давай. Ты что-нибудь приготовишь. Может быть, люди какие-то интересные вопросы нам зададут. Да, и ты, в отличие от сегодняшнего дня, ты все-таки найдешь бутылочку тосканского вина, я тоже открою новую бутылочку тосканского вина. Мы ходим в магазин раз в 3-4 дня, я вот сегодня хотел пойти, я, наверное, куплю вина, потому что у нас кончилось позавчерайшее вина. Так, у нас сейчас эфир закончится, он длится ровно часа и сейчас закончится, поэтому давай расстанемся на двое суток до 11 апреля, также встретимся в час по Москве. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok